На должность мирового судей судебного участка номер 112 в центральном районе города Норильска Красноярского края представляется Пургина Ольга Александровна. Скажите, пожалуйста, вот мы обсуждали кандидатуру на комитете, у нас были вопросы, в целом хочу, скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот эта практика у нас где-то получилась из кандидатов половина с родственниками с уголовной ответственностью. Вот двоих мы не согласовали, одного попросили документы, там мы потом выяснили, что там дело возбуждено в отношении его отца, но это другая тема. Насколько, на ваш взгляд, это вообще в принципе этически? Я понимаю, что сын, как говорится, за отца не в ответе, но у судьи это особая категория и предполагается, что ни они, ни близкие родственники, никак не запятнены. Потому что, ну вот я знаю, что с федеральными судьями там очень жестко и такое практически не проходит. Вот на ваш взгляд, вот касаемо вообще, это такая практика или это исключение просто из правила, и вот мы столкнулись вот с таким исключением на комитете. Я можно уточню, это касается вопрос какой-то конкретной кандидатуры или в целом подхода? Ну, и подхода, и вот этой кандидатуры тоже мы обсуждали этот вопрос. Там тоже есть уголовная ответственность. У сестры. Уважаемые депутаты, на заданный вопрос ответ я бы по порядку. Первое. Ну, в общем-то, по федеральным судам не совсем достоверная информация, и федеральные суды назначают. Здесь просто подход немножко, такая тонкая грань, и выработана и подходом самой администрации президента, о которой вчера на комитете много говорилось, кадровой комиссии. Как влияет на осуществление правоприменительной деятельности? В чем конфликтность интереса? По Пургиной и с обсуждения вчера, сестра младшая в Волгоградской области проживает, имела по молодости судимость. Пургина сейчас назначается в Норильске. Сам факт наличия уголовной ответственности в данном случае, ну, не до такой степени, чтобы можно было говорить о наличии оснований к тому, что это будет вредить правоприменительной деятельности суде в Норильском промышленном районе. Мы согласились с этим мнением, и такое же было мнение комитета, да, и меня в том числе, но я просто отмечу, что действительно мы столкнулись, что половина кандидатов имеет вот такую вот практику. Продолжение следует...